Продолжение следует... 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 и могут высвобождать оксид азота а я уже сказала что эти за формы кальций зависимые поэтому когда повышается либо в эндотелии либо соответственно в нервных волокнах не волокнах вернее как бы при синаптической области повышается концентрация кальция включаются иносин тазы и соответственно диффундирующий выгодка мышечную клетку оксид азота вызывает ее расслабление то есть вот это очень важно я вначале об этом говорила сейчас повторю что такое как бы фундаментальный эффект оксида азота это расслабление гладкомышечной клетки когда мы говорим о регуляции сердечно-сосудистой системы ну и какие же мишени есть у оксида азота ну а первых он может изменять активных различных белков каналов переносчиком путем нетразилирования да соответственно в частности к таким мишеням относятся калиевые каналы гладкомышечной клетки такие вот я говорю сейчас о гладкомышечной клетке но еще раз хочу сказать что вот мишени примерно так сказать но покрыми принципиально механизмы они сходные ну и возникает гиперполяризация извините происходит выключение вот эти потенциал управляемых кальциевых каналов уменьшается концентрация кальция деактивируется сократительный аппарат возникает расслабление но все-таки это не основной способ действия оксида азота основной способ это путем его влияния на активность такого фермента как растворимая гонила циклаза почему растворимая потому что она так сказать но не связано ни с какими рецепторами она может так сказать и менять свою дислокацию в клетке всегда находится цитоплазме но вот упрощенно говорят что это стоплазматическая форма и соответственно этот фермент начинает продуцировать циклический гуаназин монофосфат который является активатором протеин киназы же то есть легко диме дим пи припыка и джида и вот протеин киназа же она уже является таким ферментом мульти поле функциональным потому что она также может фосфорилировать калевые каналы они открываются клетка гиперполяризуется она может соответственно увеличивать закачку кальция во внутриклеточные депо и еще один очень как бы важная мишень протеин киназа же инактивирует вернее активирует извините фосфатазу легких цепей миозина это фермент который как бы убирает деактивирует миозин гладкомышечной клетки то есть вот такое вот множество путей и еще раз хочу повторить что основное действие оксида азота на сердечно-сосудистую систему это расслабление сосудов он также может уменьшать и натропизм сердца ну и как бы регулировать какие-то другие процессы но теперь вопрос а на всех ли это в этапах антогенеза оксида азота одинаково важен важен всегда одинаково ли но надо сказать что вот если мы уже понятно я уже анонсировала что я буду говорить о периоде раннего и постнатального антогенеза в основном я сегодня буду говорить на из перемен об экспериментах которые выполнены на крысах а крысы по своему развитию как вы догадываетесь отличаются от человека потому что новорожденный крысенок он беспомощные то гнездовые животные и вот принято так говорит тоже время как новорожденный ребенок все-таки представляет собой более такую боеспособную единицу да и соответственно принято говорить конечно разные системы развиваются в процессе антогенеза по разному с разной скоростью но принято считать что новорожденный крысенок это примерно он соответствует по уровню развития ребенку на 7 в конце 7 месяца внутриутробного развития ну а двухнедельный крысенок это уже соответственно новорожденный ребенок то есть вот я не буду возвращаться к этому как бы по ходу своего рассказа но вот немножко когда мы будем говорить о тех или иных этапах антогенеза то это можно вот как бы держать в голове а второй как бы тезис которую я хочу сказать мне очень нравится эта фраза что новорожденный организм это не есть маленькая копия взрослого потому что да анатомически он сформирован а например если мы говорим о сердечно-сосудистой системе есть сердце артерии капилляры вены то есть антония соблюдена да но когда мы обращаемся к функционированию этих клеток то мы видим что они работают по-другому а их активность регулируется за счет других механизмов иногда вот как случае оксида азота будет просто более выраженное влияние а в ряде случаев просто бы происходит как бы подмена одних механизмов другими мы довольно много в нашей лаборатории занимаемся как раз вот процессами изучением процессов регуляции клеток сердечно-сосудистой системы вот период раннего постнотального антогенеза и поверьте мне куда бы мы вот на какие как бы механизм вы бы не посмотрели он обязательно будет изменен но какое есть такое вот внешне очень важно не внешне а вот как бы маркер функционального различия это то что в норожденном организме давление почти в два раза ниже чем во взрослом возрасте это справедливо для человека то есть у новорожденного ребенка давление составляет вместо наших 100 нормальных миллиметров тут на столба всего половину от этого всего 50 миллиметров тут на столба затем соответственно происходит по мере это крысиная естественно шкала вот видите к месяцу происходит уже подъем давления его установление на таком взрослом уровне и возникает вопрос а вот такое низкое давление оно нужно или не нужно да или может быть сразу как бы родиться с высоким давлением и жить так в течение жизни а на самом деле если мы посмотрим вот на стенки сосудов видите вот эта стенка сосуда двухнедельного крысенка эта стенка сосуда взрослой крысы причем это не какой-то там аорта да это мелкий сосуд диаметром вот который диаметр которого взрослого животного там всего 200-300 микрон да мы видим что стенки сосудов очень тоненькие и соответственно они должны быть защищены если на такой как бы тонкие сосуды выставить сразу высокое давление сосуды порвутся если выставить это высокое давление на сердце сердце не справится просто с такой при пост нагрузкой не сможет перекачивать кровь тоже будет повреждено поэтому действительно новорожденном организме должны быть какие-то механизмы которые будут сдерживать вот этот вот рост давления или способствовать стабилизации давления на низком уровне и вот одним из таких механизмов является система оксида азота а это вот как графикал абстракт из нашей одной статьи но он действительно что он димаев иллюстрирует ну тут как бы крысенок говорит почему мое давление низкое на самом деле мы задались таким вопросом и посмотрели продукцию оксида азота в различных сосудах и увидели что в большинстве органов это кишечник кожа скелетные мышцы продукция оксида азота эндотелем сосудов выше в рак период раннего пост натального антогенеза и соответственно вот как бы такое расширение сосуда во многих органах способствует снижению давления защищает незревую сердечно-сосудистую систему если же например крысенку ввести ингибитор оксида азота да то давление у него значительно повысится что как раз указывает на то что и но именно и но как бы способствует снижению давления ну можно провести эксперименты также на изолированных сосудах можно вот видите выделить такой маленький сегментик сосуда это длина у него там два миллиметра толщина там от стаи там чуть-чуть 200-300 микрон поместить вот такую вот установочку и затем например регистрировать его сокращение на данном случае это метоксамин это агонист альфа-1 адренорецепторов которые вызывают сокращение гладкомышечных клеток ну и затем как бы провести такое сокращение без каких-то фармакологических воздействий а потом в присутствии ингибитора оксида азота или н.н. и да и мы видим соответственно что взрослых в данном как бы со регионе ничего не происходит это артерия которая приносит кровь коже а вот у видите у новорожденных крысят возрасте от 2 недели наблюдается повышение сократительных ответов то есть в норме как бы оксид азота сдерживал развитие этих сократительных реакций ну и конечно же есть биохимические маркеры молекулярно-биологические биохимические потому что в сосудах новорожденных больше мрнк эндотелиальная но синтаза больше белка этот эндотелиальная но синтаза ну и поскольку как вы видели на предыдущем рисунке оксида азота в большом количестве продуцирует сосуды многих органов то соответственно увеличена в крови новорожденных в данном случае крысят у человека кстати также содержание метаболитов оксида азота ну то есть поскольку как бы таким основным путем метаболизма оксида азота который выделяется из эндотелия является его окисление до нитритов потом до нитратов вот топа как бы содержание нитритов нитратов крови можно соответственно оценить вот естественно с определенными оговорками но в каком-то приближении можно оценить эффективно бы активность продукции оксида азота эндотелием сосудов но значит идея как бы какой встает вопрос вопрос стоит в том что вот такой этот оксид азота который в большом количестве продуцируется эндотелием сосудов а далее будем мы увидим что нейрональная но синтаза тоже работает более активно в новорожденном организме вот у него какая роль он только регулирует или же он может регулировать не только вот непосредственно сужение какие-то быстрые реакции сужение расширения сосудов или же он регулирует действительно процессы развития процесса дифференцировки клеток сердечно-сосудистой системы и надо сказать что конечно же мы не первые кто задался таким вопросом конечно же исследования в этом направлении проводились но соответственно что я хочу сказать что все исследования были выполнены в основном на культуре клеток на каких-то изолированных органах но физиологов знаете есть такое выражение in viva верит нас да то есть соответственно если мы говорим о важности существования и важности какого-то физиологического механизма его наличие должно быть показаны и в его то есть в живом организме нужно найти место этому организму в нашей как бы такой вот очень сложной системной регуляции и поэтому вот эту проблему может решить вот такую проблему перенесения инвитро исследований в условия мвива позволяет решить вот такая экспериментальная модель когда воздействие как бы дефицит оксида азота в организме развивающегося плода возникает в результате воздействия на организм матери ну поскольку знаете что плод в своем развитии зависим от матери то есть самки крыс они например если самки крыс беременные потребляют в такой ингибитор с питьевой водой ингибитор оксида азота ильнейм то соответственно мы видим что ну если использовать не ударную дозу ильнейм до взять такую умеренную то мы видим что в общем масса тела не будет меняться и крыся то будут рождаться в нормальном количестве чуть-чуть с более меньшей массы тела ну как бы количество их будет изменено объем помета но в то же время мы видим что у матери у таких самок которые потребляют вот ильнейм мы видим снижение содержания оксида азота метаболитов оксида азота в крови оно растет при беременности потому что оксида азота важный регулятор процесса беременности гемодинамики при беременности но вот мы как бы его выключаем видите до уровня небеременных самок также естественно будет снижение содержания оксида азота в крови новорожденного потомства ну а поскольку после рождения уже перестает поступать оксида азота в организм матери в организм плода уже на вынизите одноважительного организма то номер возрасте две недели далее уже содержание оксида азота в крови будет не изменено и но мы увидим что как бы регуляторный след вот этого как бы пренатального воздействия он сохраняется долгое время и может сохраняться в течение так сказать ну можно сказать всей жизни но и если вот как говорила элина роман давно да то как говорит о том почему же я представляю этот материал на школе по патологиям по изучению патологии я хочу сказать что вот такое уменьшение среди продукции оксида азота в организме берет при беременности он служит очень таким ключевым моментом развали развития такого опасного состояния как при эклампсия это патология беременности и основными ее признаками является повышение давления нарушения функции почек но и затем естественно растет количество неблагоприятных исходов беременности и вот что я хочу сказать что здесь конечно же все начинается с нарушения функционирования плаценты плацента соответственно естественно плод развивается уже потому что плацента повреждена но затем соответственно происходит изменение секреторного фенотипа плацента плацента это не просто менее вместо общения матери и плода да это важный эндокринный орган и вместо полезных веществ плацента начинает выделять вредные вещества они портят эндотелий сосудов во всех органах развивается гипертензия у матери еще больше портится плацента и вот соответственно идет вот такое вот развитие порочного круга но и чтобы действительно подтвердить что вот эта модель когда самки потребляют ильнеем она сильно воспроизводит основные симптомы при эклампсии мы мерили давление у наших крыс видите вот она повышенная у беременностамок и нарушена функция почек потому что наблюдается снижение клиренса креатинина и снижение клиренса мочевины это результаты исследования в таблических клетках то есть вот после то как бы такого довольно длительного отступления патологиях я хочу сказать что вот нарушение функции действительно от продукции оксида азота в организме еще раз говорю является маркером при эклампсии со всеми последующими неблагоприятными последствиями для плода и для потомства уже после рождения ну давайте теперь поговорим о влиянии оксида азота на дифференцировку глоткомышечных клеток я хочу сказать что глоткомышечные клетки они такие вот знаете они непостоянные потому что в зависимости от их окружения от действия внешних факторов они как вот принято говорить могут изменять свой фенотип а в процессе таскать развития происходит естественно переход от таких не дифференцированного фенотипа которые называются пролиферативный синтетический секреторный вот к соответственно такому специализированному фенотипу в котором обладая которым глоткомышечные клетки выполняет функцию сокращения но это происходит под действием там растяжения которым под механических факторов может и вы вкладывать как бы роли как говорят трофическое влияние симпатических нервов но и дальше вот мы покажем что оксида азота тоже вносит свой вклад вот в этот переход в процессе развития от этого фенотипа к этому в то же время когда вот нарушается влияние то сказать такие полезные влияния глоткомышечные клетки или возника возникает вот вредные влияния да либо это липиды активные формы кислорода цитокины естественно провоспалительные цитокины то то под действием этого может происходить обратно даже во взрослом организме может происходить обратное изменение фенотипа глоткомышечных клеток это происходит при атеросклерозе это происходит при повреждения эндотелия сосудов, когда гладкомышечные клетки начинают, так сказать, приползать под эндотелиальное пространство, они становятся такими немалодифференцированными, и, соответственно, вот эти переходы могут так или иначе совершаться в течение всей жизни. В отличие, скажем, от скелетной мышцы, потому что если скелетная мышца, клетки скелетной мускулатуры потеряли свою дифференцировку, они уже не могут назад стать клетками скелетной мускулатуры. Ну и далее, конечно же, у того и у другого фенотипа есть маркеры. Когда мы говорим о сократительном фенотипе, это прежде всего сократительные белки, гладкомышечный миозин, альфа-актин, такой белок кальдесмон, актин связывающий, который кальдесман говорят в англоязычной литературе, ну и другие белки. Изменяется внутриклеточная сигнализация, то есть действительно, еще раз я хочу сказать, что такой дифференцированный фенотип гладкомышечных клеток маркируется наличием, как бы специальных белков, как говорят, гладкомышечных белков. Ну и давайте посмотрим, что же происходит с экспрессией гладкомышечных вот этих маркеров, дифференцировки гладкомышечных клеток у потомства самок, которые получали Эльнейм в период беременности. Ну мы тут видим массу тела, опять же еще сразу показываю снижение метаболитов оксида азота в возрасте 1-2 дня. Это одно-двухдневные крысята, это аорта, ну поскольку крысенок одно-двухдневный очень маленький, да, то вот таким как бы стандартным сосудом является аорта. И мы видим, что да, действительно, в аорте таких крысят снижено содержание альфа-актина, снижено содержание специфического гладкомышечного миозина, это данные исследования и определения содержания МРНК, вот, но в принципе они обычно в этом возрасте содержание МРНК коррелирует с содержанием белка. Ну вот и третий маркер, это такой актин, связывающий белок СМ-22-альфа, да, тоже его снижено. Таким образом мы видим, что дефицит оксида азота в принотальном периоде сопровождается снижением экспрессии генов, которые кодируют белки сократительного аппарата. Ну и далее следующий как бы момент, который вот я сначала говорила только о сократительном аппарате, но в принципе вот в клетках, которые обладают сократительным и несократительным синтетическим фенотипом, принципиально различаются механизмы внутриклеточной регуляции ионов кальция. То есть здесь мы видим как бы задействованы как бы одни процессы, здесь у нас как бы другие белки, канавы, переносчики. И вот я хочу здесь показать, что действительно маркером такого сократительного фенотипа являются вот эти компенсационно-управляемые каналы L-типа, которые за счет активности которых формируется такой специфический паттерн кальциевой сигнализации. Обычно он имеет форму таких осцилляций, ну конечно же задействованы ретикулом, но в принципе вот еще раз говорю, что вот эти каналы это такие маркеры дифференцированного состояния гладкомышечных клеток. И очень важно и интересно, что вот этот кальций в таком вот как бы своем режиме существования в гладкомышечной клетке, он также активирует ферменты и различные сигнальные пути, которые направлены в ядро и способствуют поддержанию сократительного фенотипа. Потому что были проведены такие исследования, что действительно убирали из гладкомышечных клеток кальциевые каналы, и гладкомышечная клетка становилась вот такой вот недогладкомышечной. Ну и как же изменяется, теперь уже ближе к делу, как изменяется экспрессия этих вот генов, а вот скажем вот гена, который кодирует потенциалоправляемые кальциевые каналы, у тех крысят, мамы которых потребляли линейм, она снижена, что тоже говорит о замедлении дифференцировки гладкомышечных клеток. И напротив, вы видите, как бы наблюдается увеличение экспрессии тех биологенов, которые кодируют белки саркоплазматического ретиклума. Это либо рианодиновые рецепторы, либо это насос. То есть как бы действительно в результате такого действия, внутриутробного действия Эльнейм, или внутриутробного дефицита оксида азота, происходит замедление дифференцировки изменения функциональных свойств гладкомышечных клеток. Ну и теперь давайте я перейду к последней части. Тут я буду говорить уже не собственно вот о тех клетках, из которых состоят сосуды. Я буду говорить о той важной системе, которая регулирует тонус сосудов и деятельность сердца. Потому что, ну, наверное, название автономная нервная система всем все-таки известно в том или ином виде, да? Вы знаете, что она состоит из двух отделов симпатического и, так сказать, симпатического и парасимпатического. Зачем я это говорю? Потому что сейчас я хочу показать, как бы обозначить место, о котором я буду говорить далее, да? Место вот где там что-то изменено, где же может работать оксид азота. Вот. И мы знаем, что эфферентные пути, симпатические парасимпатические, в этих эфферентных путях есть переключения, есть ганглии, да? То есть не просто вот как у нас вот у меня вот здесь где-то нейрон расположен, да? А в пятке вот на голени мышца. И так вот длинный-длинный аксон такой тянется прямо к мышце, да? Нет, здесь не так. Здесь есть переключение сигнала в ганглиях. Вот. И, соответственно, когда мы говорим о вот этих ганглиях, да, то вообще, если говорим о медиаторах, то в ганглиях это ацетилхолин со своими никотиновыми рецепторами, также ацетилхолин в парасимпатической системе и норадреналин, соответственно, в симпатических постганглионарных волокнах. Ну и также эффекты этих двух отделов вегетативной нервной системы, они на сердце и сосуды противоположны, потому что симпатическая система стимулирует работу сердца, чаще, сильнее, парасимпатическая система тормозит работу сердца. Ну а когда мы говорим о сосудах, то это в основном, как говорят, симпатика, да? То есть большинство сосудов нашего тела иннервированы только симпатическими нервами. Ну вот есть некие, как бы, в принципе, функционально важные бассейны, да, но, как бы, они такие специфические. Головной мозг, сердце, экзокринные железы. А вот большинство сосудов, большинство органов, они имеют только симпатическую нервацию. И вот если мы посмотрим, вот я назвала медиаторы, да, ацетилхолин, ацетилхолин, норадреналин. Вот если посмотреть, сделать, как бы, что сейчас установлено, что все клетки, как пре, как и постганглионарные нейроны, симпатические парасимпатические, экспрессируют нейрональную эносентазу. Это вот то, что я сейчас показываю, это совершенно верно для человека, для других, как бы, млекопитающих у крыс, у грызунов есть особенность, у них нейрональная эносентаза есть в преганглионарах и нет в ганглионарных нейронах. Но все равно, как вы понимаете, что если тут есть, если эти нейроны способны секретировать оксид азота, он может влиять на развитие ганглионарных нейронов, на рост их аксонов, на формирование симпатической иннервации сердца и сосудов. А что же, вот я долго говорила про эндитериальную эносентазу, что она очень важна в период раннего постнатального антогенеза и продуцируемый ей оксид азота. Ну, соответственно, что же известно про нейрональную? Ну, это вот изображение, да, соответственно, что во всех, в любом возрасте есть нейрональная эносентаза, здесь, соответственно, у нас красным она показана, а вот зеленым, это векулярный переносчик ацетилхолина, маркер холинергических нейронов, да, то есть это преганглионарные нейроны, мы помним, что они холинергические. Вот, а если, соответственно, выделить вот тот участок спинного мозга, где лежат вот эти вот преганглионарные симпатические нейроны, и уже методом вестернботинг померить содержание эносентазы, то окажется, что она выше действительно, вот скажем, у однодневных крысят, чем далее. То есть тоже что-то она вот в развитии этот оксид азота может делать. Ну, а что может делать, еще раз говорю, если это преганглионарные нейроны, он может регулировать развитие постганглионарных нейронов. Ну, опять же говорю, что вопрос был как бы поставлен не новым, да, потому как бы не взаново, но опять же мы видим исследование на клетках, да, это, причем исследование еще конца прошлого века, а где было показано, что, например, оксид азота может потенцировать влияние фактора роста нервов. Для того, чтобы симпатические нейроны нормально развивались, ганглионарные, нужен фактор роста нервов. Без него они развиваться не будут. Но мы видим, что вот это просто контрольная культура, это культура клеток PC-12, это, соответственно, ну какие-то аналоги симпатических нейронов, гомологи вернее. Вот, и, соответственно, если фактор роста нервов, они растут в присутствии фактора роста нервов, появляются у них, как говорят, нейриты, отростки. А если вот к фактору роста нервов еще добавить, как говорят, донор оксида азота, вещество, которое может отщеплять от себя молекулы ИНО, то мы увидим, что отростков становится больше. Но опять же вопрос, а может ли инвиво влиять оксид азота на развитие иннервации? Ну и когда мы говорим о развитии иннервации, опять же мы должны помнить, что вот в сосудах животных, грызунов, иннервация сосудов развивается постнатально. И это очень удобно. То есть вот в возрасте одну неделю мы вообще не видим никаких тут нервов. В возрасте двух недель появляются такие нервные волокна, вот это зеленые, такой стандартный метод окрашивания глиоксиловой кислотой. А в возрасте четыре недели уже сформированная иннервация. Поэтому если мы посмотрим на возраст две недели, когда есть, но еще не полностью, то возможно легче уловить какие-то следствия каких-то регуляторных влияний на развитие вот этой иннервации. Ну и действительно, тут вот если посмотреть и выполнить такое же окрашивание, тут несколько другой режим съемки, но метод тот же, также окрашивание глиоксиловой кислотой, то мы видим, соответственно, что вот эта артерия двухнедельных крысят контрольная, который родился от контрольной самки, от самки, потреблявшей эльнеем. Это правое предсердие крысят, которые родились от контрольной самки, от самки, получавших эльнеем. Ну в артерии тут видно, в принципе, даже глазом, да, что тут сеть более редкая, чем здесь, поэтому если там, например, определить, как говорим, суммарную длину волокон, да, то она будет снижена. В сердце это сделать автоматически сложнее с помощью, как бы, стандартных программ, поэтому здесь мы использовали, так сказать, экспертную оценку, три человека независимо оценивали в баллах, но тоже получилось меньше, то есть тут просто волокна более редкие, да, но тоже получилось, что в сердце развитие иннервации тоже, как бы, плотность иннервации меньше. То есть вывод такой, что вот и оксид азота задерживает и на развитии симпатической иннервации сердечно-сосудистой системы. Ну и кроме того, он еще, как вы видите, соответственно, может снижать вот таких крысят, которые, опять же, с дефицитом, внутриутробным дефицитом оксида азота, у них снижено давление. И за счет чего снижено давление? Может, там вообще давление регулируется, говорят, трехстами механизмами, да, давление крови артериальное. А вот если мы введем такое вещество, которое называется ганглиоблокатор, это вещество, которое нарушает проведение сигналов симпатических, парасимпатических ганглиях. Но если мы вспомним, что большинство сосудов иннервированы именно симпатическими нервами, да, то вот по вот этому снижению можно оценить, как говорят, величину нейрогенного вклада симпатической системы в поддержание артериального давления. И мы видим, что исходное давление различается, после ганглиоблокады оно не различается. То есть вот это снижение, это результат, в общем-то, действительно меньшего симпатического тонуса сосудов. Таким образом, ну, скажем, с симпатикой все более-менее понятно. Я начала с данных литературы, потом как бы данные экспериментов, но оказалось, что у таких крысят, которые, соответственно, вот родились, испытывали внутриутробные дефициты оксида азота, у них изменена и холинергическая регуляция сердца. Вот здесь, то есть влияние парасимпатической системы тоже изменено. И вот здесь это эксперименты на миокарде предсердий, да, с помощью двух таких, говорят, общепринятых методик, смотрели, как эти препараты кардиомиоциты предсердий реагируют на ацетилхолин, да. А, соответственно, первая методика, это, говорят, стандартная микроэлектродная техника, когда измеряли мембранный потенциал у кардиомиоцитов предсердий. И, соответственно, сначала исходно, а потом присутствие ацетилхолина. А вторая методика, это методика измерения внутриклеточной концентрации кальция с помощью такого кальциевого зонда, как флюо-4АМ, и с помощью, ну, сканирующего конфокального микроскопа. Что мы видим? А сразу могу сказать, что вот у этих крысят с дефицитом, внутриутробным дефицитом оксида азота, у них уменьшена, как бы, реакция, уменьшены реакции кардиомиоцитов предсердий на ацетилхолин. Но здесь вот синяя, это контроль, в смысле не контроль, а, соответственно, без ацетилхолина. И вот красная линия, это как изменяется потенциал действия в присутствии ацетилхолина. Ну, правда, вы видите, что тут, как бы, это поскольку крысы, да, у крыс потенциал действия совсем не такой кардиомиоцитов, как принято рисовать в учебнике, как у человека. Но это правда жизни, он всегда такой. У крыс нет, практически, фразы плато. И действия, соответственно, ацетилхолина сводятся к укорочению длительности, уменьшению длительности потенциала действия, которое в контроле выражено, как бы, сильнее, чем в группе Ильнейм. И вот видно это по результатам статистической обработки. Ну и то же самое, поскольку мембранный потенциал в кардиомиоцитах, это, в общем-то, основной способ воздействия на внутриклеточную концентрацию кальция. А уже от концентрации кальция будет зависеть сокращение кардиомиоцитов. Мы тоже видим, что кальциевый сигнал в кардиомиоцитах вот этой группы, группы Ильнейм, он также слабее изменяется, чем в группе контроль. Это такой, как бы, режим линейного сканирования, когда вдоль предсердия проводили линию и вот с довольно высоким временным разрешением снимали, соответственно, изображение. То есть время идет вот сюда, слева направо. И вот эти вот вспышки, соответственно, которые, вот видите, зелененькая окраска, это реально они соответствуют таким временным повышениям концентрации кальция, которые запускаются как бы потенциалами действия. И имеют вот такую, видите, форму, да? Вот. И мы видим, что если в контроле ацетилхолин очень сильно подавляет вот эти кальциевые сигналы, то в группе Ильнейм, тут как-то получилось наложение, но мы видим, что всего вот как бы эффект значительно меньше. Вот это эффект без, соответственно, ацетилхолина, потенциал действия без ацетилхолина. А вот всего там, скажем, наполовину или даже меньше он уменьшается в присутствии ацетилхолина. Ну и статистические данные. Таким образом, мы видим, что, еще раз хочу повторить, что дефицит оксида азота в период пренатального антогенеза сопровождается либо замедлением симпатической иннервации сердца сосудов, либо, соответственно, вот такими функциональными изменениями на уровне холиночувствительности миокарда. Ну и последний вопрос, который я хочу, так сказать, вам до вас донести, это то, что такие изменения могут сохраняться в течение всей жизни. Ну, я опять же не скажу про всю жизнь, потому что мы следили за нашими животными только до возраста 16-18 недель, это 4-5 месяцев, это для крыс, в общем, такой рассвет, это даже не старость, но это взрослый возраст, возревые животные, да, и мы видим, что здесь даже в таком возрасте, в котором сохраняются функциональные изменения в сердечно-сосудистой системе. Это уже, вот все, что до этого я показывала, результаты как бы по гемодинамике, это было под наркозом, да, а это, соответственно, животные, у которым в бедренную артерию ставлен катетер, измеряется артериальное давление, и, соответственно, можно оценить, вот как бы, у нее нормально работает вегетативная нервная система, катетер ставлен за 2 дня до эксперимента. Потом крыса 2 дня восстанавливается, потом ее берут в эксперимент. И вот смотрите, в принципе, как говорят, фоновые, да, такие вот состояния покоя, значения, как бы, показателей гемодинамики, давления, частоты сердечных сокращений не изменены. Но мы знаем, что вот это вообще общий принцип изучения физиологических функций, что когда мы исследуем какую-то функцию вот просто вот в состоянии физиологического покоя, у нас недавно один студент спросил, а что такое физиологический покой, можно я не буду объяснять, но примите, что это вот в отсутствии каких-то таких чрезмерных возмущающих воздействий, да. А вот, соответственно, мы не видим изменений, но как только мы выводим эту систему из равновесия, да, то мы видим, соответственно, вот, что она работает не так. И очень часто бывает, что разные механизмы компенсируют друг друга, и мы не видим, как бы, изменения показателя, да. Но, в принципе, это не говорит о том, что ничего не изменено. И вот, если мы говорим о функциональных пробах, да, каких-то, ну, во-первых, это то же самое введение ганглиабаокаторат, когда выключается симпатический тонус сосудов. Мы видим, что снижение этого симпатического тонуса у, соответственно, крысят, которые еще когда были даже не крысятами, а, так сказать, развивались в утробе матери, перенесли дефицит оксида азота, оно меньше. А у крыс, да, соответственно, также у них уменьшены парасимпатические влияния, то есть, если ввести блокад мускариновых холинорецепторов, мы видим, что этот ответ будет меньше. Также уменьшены симпатические влияния, да, потому что, если мы вводим влокатор бета-адренорецепторов, ответ тоже меньше. Вот вам ответ, почему не изменена ЧСС в покое. Потому что уменьшены и тормозные влияния, и стимулирующие. В итоге мы имеем то же самое. Ну, как бы, еще одним таким важным проявлением нервных нарушений, нарушения нервной регуляции гемодинамики, это то, можно, как бы, получить, если провести анализ вот этих, вот видите, спонтанных, флуктуаций, да, тут, извините, я не привела калибровочные сигналы, но поверьте мне, что артериальное давление, вот и у нас с вами, и у крыс, которых меряют давление, может запросто изменяться в пределах плюс-минус 5 миллиметр тут на столба, и ЧСС непостоянно. И вот наблюдается довольно такая сложная динамика. Вот если эту динамику разложить, обработать специально математическими способами, есть много способов обработки, ну, самый такой простой, который я показываю здесь, это спектральный анализ. С помощью быстрого преобразования Фурье, вот, получается, что весь этот сложный сигнал, как бы, раскладывается на различные частотные компоненты. И где у нас по оси абсцисс приведена частота, а по оси ординат мощность, ну, квадрат амплитуды, грубо говоря. И таким образом мы можем оценить, как бы, вот, что же есть внутри этого сигнала, если на него посмотреть, с каких колебаний он складывается. Ну, тут вот даже сложно выделить какой-то, как бы, такой характерный частотный диапазон, потому что мы видим, что вот такой, как бы, внутри, еще раз говорю, такой дефицит оксида азота во время внутриутробного развития сопровождается очень сильным уменьшением вариабельности сердечного ритма. Мы видим здесь логарифмическая шкала, то есть вот это вот уменьшение в 10 раз. И вот если, как бы, вот эти данные все обобщить, то мы получаем, как бы, состояние такой функциональной дегервации сердца, да, то есть сердце, получается, оно, ну, скажем так, вроде-то в покое, оно работает нормально, но, как бы, его нервная реагуляция нарушена. А что это значит? Это означает, что такое сердце будет хуже приспосабливать, приспосабливать свою работу к потребностям организма. Не говоря уже, как бы, о клинических аспектах этой проблемы, потому что снижение вариабельности сердечного ритма, оно уже не вызывает сомнений, что оно, с одной стороны, является маркером различных патологий сердечно-сосудистой системы, а с другой стороны, оно является фактором риска заболеваний, как бы, еще большего, или развития других заболеваний, или усугубления существующих. Ну, и заключая, как бы, общий доклад, я хочу сказать, что, что действительно в период раннего постанатального андогенеза оксид азота является таким очень важным фактором регуляции функции, функционирования сердечно-сосудистой системы. И вот та модель, которая, крысиная модель, о которой я рассказывала, она, с одной стороны, позволяет создать дефицит оксида азота в организме развивающегося плода. Не знаю, можно плод называть организмом? Давайте будем. И, соответственно, таким образом изменяет процессы дифференцировки клеток сердечно-сосудистой системы, клеток автономной нервной системы. И мы видим, что действительно пренатальное влияние оксида азота, как бы, теперь уже переворачиваем, там у нас дефицит замедлял. А давайте теперь поговорим о физиологии. Да, мы видим, что пренатальное влияние оксида азота ускоряет дифференцировку гладкомышечных клеток. Пренатальное влияние оксида азота ускоряет формирование симпатической иннервации. И, соответственно, вот такое, как бы, изменение этой иннервации могут симпатические, парасимпатические, сохраняться долго. И вот совсем громкая фраза, она не подтверждена экспериментально, это то, что нарушение влияния оксида азота при натальном антогенезе может развивать, увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на самых разных этапах постнатального антогенеза. И в раннем постнатальном, и на последующих этапах жизни. Спасибо за внимание. Большое спасибо за интересную лекцию, Ольга Сергеевна. Пара вопросов по воздалтирующему каскаду НО. Первый. Как осуществляется влияние ПКГ на серку в гладких миоцитах? Там есть фосфоламбан? Она осуществляется через тот же фосфоламбан, что и для протеинки НАЗА. То есть он присутствует и в гладких миоцитах? Да, 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 конечно. Отлично, спасибо. Я для простоты, извините, убрала. Да, в курсе нормальной физиологии мы просто как-то не слышали фосфоламбан в гладких миоцитах. Ну, хорошо. Второй вопрос. Может ли ПКГ не МЛЦП активировать, а МЛЦК? Потому что в некоторых источниках именно такой механизм указывается. Понимаете, в чем дело? Что таких источников намного меньше. И, ну, скажем так, очень важно навсегда смотреть, как получены эти данные. Когда мы исследуем белки в пробирке, вот как бы различные там сигнальные пути по спорилированию белков, а порой находят такие, соответственно, вот регуляции, да, механизмы регуляции, которые не реализуются уже в живой клетке. Почему? Потому что в живой клетке очень часто есть, как говорят, как бы локализация как бы вот различных ферментных систем, различных их мишеней. И, может быть, как бы, скажем так, что, ну, ПКГ, а, соответственно, может быть, и вы, ну, или какая-то в кеназа, скажем, свою мишень бы может, в принципе, фоспорилировать, но в клетке они никогда не встретятся. Это первый момент. То есть, в принципе, таких работ намного меньше. В принципе, это возможно, скажем так, да. Но вот, возможно ли это инвиво, я не знаю. И в продолжение вашего вопроса я могу сказать, что, когда мы говорим, вот у нас есть кеназа и фосфатаза легких цепей миозина, да, как можно увеличить количество активного миозина, фосфорилированного миозина в клетке? Можно активировать кеназу, можно затормозить фосфатазу. Вот второй путь, он более выгодный, и он чаще реализуется, вот, действительно, при регуляции различных процессов. Но это все равно то, что, например, если бы у нас было в аудитории холодно, да, мы были закрыты, как бы, соответственно, там принесли 10 кавариферов, поставили, да, то есть вот кеназу разогреваем, да, либо закрыли форточку, и, соответственно, фосфатазу. То есть мы убили, как бы, вот, ингибирование ингибитора, да, это такой вот очень распространенный принцип физиологической регуляции. Хотя, в принципе, конечно, регуляция на уровне МЛСК тоже существует, но, как бы, эти механизмы менее многочисленные, скажем так. Понял, спасибо. И последний. Из курса физики и физиологии мы понимаем, что ЭНО – это липофильное соединение, которое свободно диффундирует через мембраны. И вот из этого как бы должно следовать то, что его диффузия происходит во всех направлениях универсально. Однако сошлюсь на вашу замечательную коллегу Светлану Анатольевну Гаврилову, которая утверждала, что есть основания полагать, что ЭНО из клеток диффундирует целенаправленно в некоторой степени. Фух, ну это, понимаете, как? Это либо, тут это сложный момент. Во-первых, опять же, это может быть обеспечиваться той же локализацией ЭНО-синтазы, да? Это может обеспечить, то есть, если она расположена как бы со стороны, больше со той стороной эндотелиальной клетки, которая обращена в сторону гладкомышечной клетки, то это, конечно же, ну, как бы возможно, да? Вот, но, в принципе, конечно же, есть всегда, какая-то утечка и в кровь, потому что, вот, я показывала про содержание метаболитов оксида азота в крови, что, соответственно, оно растет обычно, ну, у человека это обычно применяют осторожно, то есть нужно человека посадить на определенную диету, чтобы он избегал физических нагрузок, но при таком вот, когда это очень сильное повышение оксида азота, как вот, либо в развивающемся организме, либо при действии льнеем, да, то мы ловим вот эти вот изменения. Но, в принципе, вот этот окситоазобий, как бы гитрит и нитраты крови, это продукты метаболизма оксида азота, соответственно, который выделяется из эндотелия. Спасибо большое.